Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести вип пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре началось сразу два интересных события. Нам, как всегда, подвезли сюда новых героев. И сегодня мы пройдемся по этим героям, посмотрим, какими они вышли в релиз и определимся, стоит ли их ловить или нет. И давайте начнем с ВТК. Синяя пятерка, Ченджи, скорость маны средняя. Окей. Наносит 310 урона всем врагам. И урон ей на релизе сделали хороший, ребят. Потому что на бете она наносит то ли 220, то ли 250, но 310 даже для средней маны урон достойный. Тем более у нее еще и класс монах. Если на врагах будут какие-то усиления, урона этого еще больше пройдет. Все враги не могут накладывать новые эффекты статуса на врагов или союзников в течение 4 ходов. И это просто пушечный навык. Я даже не припомню, когда последний раз такие герои выходили. Последний, вроде был желтый ГМ Малоси, почему-то мне вспоминается. Только если Малоси по одной цели это все делает, то вот этот Ченджи просто по всем врагам. И после ее ульты враги уже не смогут на себя ни таун поставить, ни контратаки, ни увороты. Даже тикающий отхил у них не получится повесить. И в тот же момент, помимо того, что они на свою команду никакие бафы не повешают. И дебафы на вражескую команду у них также не получится никакие накинуть. Они уже и броню не смогут срезать, и дот урон какой-нибудь повешать, ману заблочить и так далее. В общем, навык огонь и плюс сюда еще и входят складываемые эффекты той стаки. Например, если в команде Ченджи будет находиться какой-нибудь новый герой с новогоднего ивента, у которых там миньоны, с минимумом хп и ультанет с вражеской командой какая-нибудь Скади, то Скади никакие стаки уже не повесит. Или, например, если будет во вражеской также команде находиться вот этот новый синий герой, который со шляпой своей вешает стак на броню и атаку, то он также на свою команду никакие эти стаки не повешит. Но это все относится именно к стакам, которые вешаются от особых навыков. Если, например, ультанут маги новые, у них пассивка, стак вешают они вроде минус 5% к набору маны, то он повесится, потому что он, собственно, идет от пассивки, а не от особого навыка. И также все союзники получают плюс 45 защиты против особых навыков на протяжении 4 ходов. Тоже, в принципе, неплохо, и с ульты вот эти герои уже будут получать гораздо меньше урона. И также стоит отметить, что вот эти свои бафы и дебаф она вешает на 4 хода, а это, можно сказать, долго. Ну и также, ребят, хоть у нее написано средняя мана, средним этого героя можно назвать условно из-за вот этой вот пассивки. Потому что с вероятностью 50%, когда на нее будут вешать какие-либо усиления, она себя будет просто дозаряжать на 10% маны. Даже в начале боя, когда включится вот этот ее альфа талант, она также себе накинет 10% маны. И после своей ульты, когда она бафнет защиту себе, также накинется ей мана и так далее. То есть она будет заряжаться очень быстро. И вообще вот эти пассивки две, ну, на данный момент одни из лучших. Ну и также она себя будет отхиливать, то есть будет очень живучая, с такой же вероятностью будет отхиливать на 10%, а это примерно 250 хп. Ультует, не знаю, например, какая-нибудь майни, она вроде 3 бафа там вешает или сколько. То есть, ну, 750 хп она достаточно большой вероятностью себе отхилит и, можно сказать, 30% маны себе накинет. Заряжаться будет очень быстро, ультовать и наносить еще и много урона. Ну, в целом, герой получился интересный, даже, можно сказать, отличный. И в оборону, и в атаку должна нормально заходить. И давайте посмотрим, какого нам добавили суперстихийного героя. Айронумо со средней маной наносит 480 урона цели и всем врагам тьмы. Урон нормальный, сейчас в оборонах, в принципе, два фиолетовые героя запросто. Можно встретить того же Форца и Саву. И вот им можно ультануть в центр, вьюканина, и получается, он по троим 480 нанесет. Тем более, с такой базовой атакой в Касаре, ну, урон там должен быть приличный. Все враги получают минус 34 к регенерации маны на 4 хода. Отлично. Из героев тьмы этот эффект статуса снять нельзя, и он длится на 2 хода дольше. И наносит дополнительный урон тьме. В принципе, неплохо. Нормальный, мощный атакующий герой. Тем более, статы еще и сделали жесткие какие-то. И давайте попризываем, мне вот этот, ребят, желтый крутить призыв смысла нету. Потому что центр фиолетовый сейчас меняется, у меня желтые герои уже реже стали играть. Сейчас, наоборот, красные чаще играют и синие, потому что центр либо юканин, либо та же мэйни и так далее. Но герои в этом призыве также интересны. Хотя вот они в какой-то момент имбаланса кучу навыпускали. Агима тоже потом, Энни, Эрлангшенг и так далее. Но, ребят, у этих героев уже статы, ну, смотрите, просели прям нормально. 1400 хп у Агимы и 800 брони. А у новых героев, посмотрите, что творится у этого. Косарь брони и 1660 хп. И, например, Кристина, которая, ну вот, недавно вышла, у нее статы тоже жесткие. То есть, герои здесь отличны, но тот имбаланс, который буквально 3 месяца назад был очень жестким, ну, поста там все-таки просел. Но здесь также много находится крутых хилеров. Та же Клеопатра, которая отхиливает там просто сумасшедшие цифры. Потом Рис, да даже директор Цури, которая вышла очень давно, до сих пор вполне играбельно. Ну, или, например, Эфира на нерассказанных историях. Это, ну, один из лучших героев вот этих вот историй и уникальных, можно сказать. Поэтому, ребят, здесь крутить, в принципе, можно, но атакующие желтые герои все-таки стали, ну, чуть-чуть менее актуальными. А на ВТК я тоже не знаю, стоит ли мне здесь крутить, потому что всем здесь сейчас заправляет вот этот вот дядька, он у меня есть. Хотя, думаю, много кто будет гоняться сейчас вот за этой вот Чейнджер. Так что давайте все-таки попризываем новогодний ивент. Вот здесь задача минимум не выловить пятого Крампуса, а максимум, либо вот эту Джинджер поймать, или вторую Тинсел. Тоже было бы неплохо. Ну, и Гэма хочется уже, наконец-то, выловить. В общем, давайте крутанем здесь тридцатку и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! Первый призыв. И давайте вот с него начнем. И красный. О, начинаем с ивентовой тройки, это хорошо. Ну, давай, Джинджер. Нет. Опять тройка. Четверка. В прошлый раз за X30. Новая тройка. В прошлый раз за X30. Короче, ни вот эта тройка не выпала новая, ни четверка. Ну, в этот раз, видите, уже лучший результат. Выпала тройка. Так. Давайте немного будем ускорять все-таки. Потому что, что-то мне кажется, что это будет очередной призыв. Где ничего не выпадет нового. Так. Вот пингвина было бы тоже нормально. Так. Эта тройка начала сыпаться. Стоит только раз героя выпасть, все. Он начинает, короче, сыпаться постоянно. Так. Это была четверка. Ну, давайте. Хотелось бы какую-нибудь пятерку. Так. Синий. Тройка. Вон, четверка. Ну, ладно. Так. Опять. О, пошли. Ну, давай пятерку. Блядь. Что ты мне на костюмах-то не выпадаешь? Марьяна. В прошлый раз Елена выпала за Х-30. Ну, в этот раз, видите, Марьяна. Ладно. Пятерка есть. Но не та, конечно, которую бы хотелось. Три призыва остается. И думаю, навряд ли здесь что-то будет. Это была. Да. Ну, что, ребят. Вот такие вот были призывы. Вам удачи на этих призах. Чтобы вы подали нужные вам герои. Не только вот такие вот рекомендованные. А еще и вот эти вот редкие, у которых там шанс сколько? 0,2%. И вообще любые герои, которые именно вам нужны. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.